Узбекистан Узбекистан. Страна, в которой готовят самый вкусный и ароматный плов. Множество чай-хан, древних сооружений, завораживающих своей красотой и серьезные запасы природного газа. В последнее время соседняя республика делает значительные сдвиги в развитии своей экономики. Курс в сторону индустриально-аграрного развития, взятый еще в советские годы, позволил Узбекистану стать страной, в структуре ВВП которой доля легкой и пищевой промышленности является ощутимой. Узбекский хлопок был знаменит еще в советские времена. Осенью поля соседней республики усыпаны белым золотом. Узбекистан является одним из ведущих производителей хлопка в мире. Объемы производства сельскохозяйственной продукции внушительны. Почти половина населения солнечного Узбекистана занято в сфере производства сельхозпродукции. Это фрукты, ягоды, бахчевая культура. На прилавках многих стран ближнего и дальнего зарубежья можно встретить продукт, выращенный добродушным узбекским диканином. В Кыргызстане также активно покупают продукцию, доверяя его качеству. Инновационные технологии коснулись практически все сферы жизни человека. В последние годы фермеры и садоводы Узбекистана самое пристальное внимание обратили возможности удвоить свою прибыль. В этом им помогает германское общество по международному сотрудничеству при финансовой поддержке правительства Германии. Организация реализует проект по внедрению современных агротехнологий и методов в целях содействия производству свежих фруктах в трех регионах Узбекистана. Правительство Узбекистана самое пристальное внимание уделяет развитию сельскохозяйственной отрасли. Стратегия по диверсификации приоритетного для экономики страны и ее население сектора дало положительные результаты. В стране заметно увеличилось количество новых садов, что обеспечило рост уровня производства сельхозпродукции. Однако урожайность оставалась на прежнем уровне. Крестьяне хотели и могут большего. В 2012 году во время международных переговоров германская сторона видела новые средства на развитие садоводства в Республике Узбекистан. С этого момента мы начали наши деятельности. Проект компании называется «Создание трех демонстрационных центров по интенсивному садоводству». Как так, правительство Республики Узбекистана очень большое внимание обращает на интенсивное садоводство. Это проект билитеральный, то есть только в Узбекистане работают наши партнеры в Министерстве экономики и Министерство сельского водного хозяйства Республики Узбекистан. По мнению экспертов, садоводы работают по старинке, не предполагая, что прибыли может быть гораздо больше. Современное управление садовыми хозяйствами – вот что предлагают иностранные специалисты. Несколько лет назад в трех регионах Узбекистана, а именно в Сурхандариинской и Хореземской областях и Каракалпакстане, стартовала программа по внедрению интенсивного садоводства. На 5 гектаров мы создали интенсивный сад плюс питомники, чтобы выращивать новые саженцы. В Узбекистане есть разные проекты. Проект Всемирного банка, проект Азиатского банка развития и ФАО. Плюс еще и ФАО. Но наш подход заключается в том, что практически заняты больше. Как вы сами знаете, для фермеров в данный момент очень мало литературы или материалов, которые они могут получить информацию об интенсивном садоводстве. Поэтому мы хотели, чтобы эти демонстрационные сады сработали как демонстрационный участок, как учебный центр. Чтобы любой фермер или садовод посмотрел, подошел к вопросу, откуда техника обрезки, удобрения и так далее. Это опытный участок в Каракалпакстане. Джолдас Алабатов много лет отдал развитию садоводства в регионе. Он знает все о том, как вырастить вкусные фрукты и повысить объемы производства. Если мы с фрукты у них есть, вот такой, мы уберем здесь, обрезать будем. Вот здесь останется, у него будет следующий год урожай. Научный подход позволяет обрабатывать и получать хороший урожай даже с тех земель, которые, на первый взгляд, обычного фермера могут показаться негодными. Питомник был разбит 4 года назад. В первое время местные специалисты с некоторой долей неуверенности обрабатывали земли, покрытые солью. В 2013 году мы сажали. Вот, на первых, году было очень трудно, поэтому у нас на земле соль и другие. Другие проблемы были. Поэтому на первых годах было трудно им растить. Но в следующем году все дали урожай, но мало. Сколько процентов на второй год давали? 5 процентов. 5 процентов? Да, меньше было. В Каракалпакстане пустыня занимает более 80 процентов территории. Глина в республике имеет солоноватый вкус. Даже невооруженным взглядом можно увидеть, как проступает соль сквозь почву. Причин множество. Одна из них – засохшее Аральское море. Но и это не стало помехой для специалистов. После 4 лет неустанного труда местные жители поняли – невозможное возможно. Урожай был получен вполне солидный. Им мы давали удобрения, ухаживали за ними. Через 4 дня мы наливаем им воды. Раньше здесь арикам давали воду. Удобрения тоже в воду давали. Но в 15-м году нам принесли устройство такие, дождеволка. А теперь мы за ними даем воду. Экономия воды. Экономия воды. Но его надо за каждый день, до обеда, после обеда тоже надо давать. Поэтому летом у нас будет церковь, поэтому до обеда даем, после обеда тоже. За день два раза. Цель программы – содействие развитию интенсивного садоводства Германского общества по международному сотрудничеству – помочь фермерам на практике увидеть, что их доходы могут существенно отличаться от тех, которые они получали из года в год. Размер садового участка ни при чем. Все дело в сортах плодовых деревьев и уходу за ними. Это провозимые саженцы для питомников. Все они были карликовые и поликарликовые. То есть, исходя из климатических слов, мы привезли на трех демонстрационных участках 15 сортов яблони, чтобы посмотреть. То есть, для нас это было тоже как изучение. Во время проектного периода мы изучали, какой сорт лучше подходит на засоленную почву или жару, если, например, у нас в Сурхандаре очень жарко, чем хорезом. Вот, 8 сортов черешни, 7 сортов груши и 4 сорта сливы. Фермеру мало привезти из-за границы самый лучший сорт. Дело и в размере. Иностранные эксперты по интенсивному садоводству предлагают присмотреться к карликовым сортам. Освоить крестьянину нужно и новые способы ухода, полива, обрезки саженцев. Мы импортировали из Италии, Голландии, Франции, Германии сертифицированных, то есть true-to-type называется на английском, с сертификациями без вирусов, саженцы для сада и тоже для питомника, чтобы производить на месте. Это основные яблони, слива, вишня и груша. Запоминайте, Джолдас Алабатов показывает, какое расстояние должно быть между саженцами, как обрезать, ухаживать. Автоматизация ухода за садом позволяет сэкономить не только время, но и средства фермера. Капельное орошение – это еще и бережное отношение к экологии. Расстояние между деревом 1 метр 25 сантиметров, за каждое дерево. А вот эта сторона 3 метра 50, 3,5 метра. Да, тракторы ходили, если вещи, их обрезаем осенью, обрезаем 2 метра 40 сантиметров. Без сада так обрезаем, нам очень будет удобно им ухаживать за каждое дерево. Вот теперь с одного дерева урожай сколько? На этом году они дали 30 килограмм, 25-30 килограмм талии. Да, одно дерево 25-30 килограмм талии. К слову, по словам нашего собеседника, в Узбекистане вода для полива сельхозугодий бесплатная. Это не самое главное в деле по поддержке государством фермеров. Финансирование фермерских объединений также ведется на льготных для крестьянина условиях. Государство поддерживает этот проект, то есть интенсивное садоводство, и государство уже почти 6-7 лет дает тоже кредиты. Это кредиты Всемирного банка и Узбекский банк тоже кредиты дает. Они, например, даются на 5 лет, и как-то после третьего года они должны получить. То есть три года у них уже это льгот есть, льготный период. А это уже Хорезимская область, один из красивейших регионов Узбекистана. Один из трех демонстрационных садов, где происходит тестирование новых сортов фруктов, был создан именно здесь. Питомники одновременно служат учебными центрами, где фермеры могут обмениваться опытом. Управление учебными центрами осуществляется совместно с местными партнерами программы и институтами по садоводству. В течение трех лет здесь мы обучали фермеров, которые занимаются садоводством. Мы регулярно проводили семинары по фазам развития яблок и груши. В каждой фазе встречаются болезни. Другие проблемы по рощению, удобрению. Регулярно мы проводили семинары, и в этом семинаре эти вопросы вместе решали с фермерами. За время работы в проектных регионах германским обществом по международному сотрудничеству было импортировано и посажено на демонстрационных участках более 10 тысяч сортовых деревьев. Проводятся семинары и мастер-классы для фермеров, где демонстрируется каждый шаг создания современного сада. В обычных садах с гектара можно побольше делиться 50 тонн. А в интенсивных садах можно доходить около 300 тонн. 250 тонн. Вот есть фермеры, которые получают 150-200 тонн с гектара яблоки. Для обеспечения доступности необходимых фермеру знаний об интенсивном садоводстве создан специальный сайт, посетив который можно найти исчерпывающую информацию по демонстрационным центрам и современным методам управления садовыми хозяйствами. В обычном традиционном саде, я не знаю, как в Кыргызстане, но думаю, похоже. То есть наши фермеры и садоводы, они привыкли, например, к схему посадки. Между деревом 3 метра, а между грядкой 6 метров. То есть между деревьями они используют для овощей. Кто-то, например, посадка делает люцерна или кто-то какие-то овощи. В данном схеме в гектаре вы можете посадка 800 или 1000 садов. А интенсивным они очень сжаты. То есть 1 метр, 2 метра между деревьями только, чтобы трактор поместился. А на этом интенсивном саде вы можете посадка 1800 до 2200 саженцев на гектар. А если у вас больше саженцев и урожай будет хороший, естественно, вы будете получить больше урожая. А это тугайные леса Узбекистана. Пойменные леса состоят в большей степени из кустарников, отвоевавших у пустыни узкую полоску земли, пригодной для жизни. Подобные леса характерны для Узбекистана и встречаются в основном вдоль среднего течения главных среднеазиатских рек – Сырдарьи и Амударьи, где собранная в горах вода протекает по пустынным равнинам. Тугайные леса под угрозой исчезновения. Виноват и климат, который меняется, сами люди каждую зиму раз за разом уничтожающие деревья с целью обогрева жилья. Об этом заявляют специалисты, бросившие все свои силы на его сохранение. Сейчас в Амударье, может быть, вы слышали, знаете, с каждым годом воды все меньше и меньше. А тугайные леса, они чем примечательны? Во-первых, там есть свое видовое биоразнообразие. И здесь, в частности, есть разводи от бухарского оленя. Здесь есть питомник, не питомник, называется вольеры, да, ну как питомник для животных. Ну, кроме бухарского оленя, здесь птицы разные есть, поэтому из-за того, что меньше воды, а для тугайных лесов основная составляющая – это вода. Вот, и они, получается, идет сейчас деградация, уменьшение. Плюс еще добавляется вырубка, то есть население зимой, к сожалению, вынуждено приходить в леса, рубить для того, чтобы обогревать свой дом, для готовли и так далее. Тугайные леса крайне необходимы экосистеме, поэтому было принято решение противостоять деградации пойменных лесов и сохранить их. Эти леса, они предоставляют определенные экосистемные услуги, естественно. Они, во-первых, берегоукрепляющие, они держат, так сказать, песок, и они как раз являются, противостоят засолению и деградации дальнейшей. Но если они исчезают, значит, это все получается эрозия разного вида возникает, то есть, получается, деградация ухудшается, и это влияет на все окружающее. В первую очередь, это на животных, но косвенно это, естественно, на человека самого. Вот поэтому был создан такой заповедник, он называется Багай-Тугай, и был создан биосферный резерват, Нижний Абударинский биосферный резерват. Вот здесь, получается, территория, сзади нас находится она. И основная цель этого биосферного резервата – сохранить оставшиеся леса. И наш проект, который будет реализован, надеюсь, уже скоро-скоро, уже было подписано соглашение общее, было достигнуто, говорил, между правительствами. Сейчас идет разработка плана мероприятий, ну, детализация. Вот, и сейчас мы планируем в следующем году уже начать более, уже конкретные мероприятия. Германское общество по международному сотрудничеству планирует продолжить практическое обучение фермеров и садоводов на демонстрационных садовых участках до окончания программы. Эксперты намерены расширить тематику курсов обучения. Это современные технологии сбора и послеуборочной обработки, улучшение качества фруктов и их рыночной ценности, снижение отходов путем их переработки. Субтитры создавал DimaTorzok